Добрый день! Сегодня среда и как обычно мы с вами сегодня говорим о футболе. Прошла неделя. Каждая неделя это новые эмоции и сегодня мы попробуем очень коротко, кратко остановиться на самых интересных матчах, которые произошли за эту неделю. Ну прежде всего хотелось бы остановить свое внимание на всеукраинском дерби или как привыкли говорить к эль классика Динамо Шахтер. Сегодня очень много в средствах массовой информации. Разложили конечно этот матч по полочкам, но я попытаюсь со своей точки зрения рассмотреть этот матч в таких некоторых аспектах. Ну например, турнирные обязательства. Мы прекрасно понимаем, что динамовцы стремятся попасть в лигу чемпионов через предварительный этап. Для этого согласно регламентных норм им нужно конечно же занять второе место. Шахтер попадает, прямое попадание в лигу чемпионов как чемпион. Естественно это накладывает свой отпечаток на игру плюс так называемое дерби. Пойдем дальше. Что можно отметить? Ну прежде всего порадовала борьба на каждом участке поля. Всех без исключения футболистов участников этой игры. Особенно хотел бы отметить хорошую физическую готовность, полную самоотдачу игроков. Буквально два тура назад киевская Динамо выглядела достаточно бледно в этом показателе. В этом же матче подопечные Олега Блоклина показали очень хорошую функциональную готовность. Следующий аспект игры, который всех волновал, это конечно игра на грани фойла. Я бы выделил четырех футболистов, которые внесли раздражение в этот матч, свист, негодование и огромный поток комментариев. Но прежде всего я бы хотел отметить в Донецком шахтере это Степаненко и Ракицкого. Достаточно жесткие игроки, сами по себе, во всех матчах проявляют агрессию, которая находится на грани фола. И как результат вот этой вот такой жесткой игры, это конечно получение желтых карточек, что мы увидели в игре Ракицкого, который честно говоря в этой игре конечно себя не проявил, как игрок национальной команды. Киевская Динамо, это конечно же Ермоленко и Аруна. Я раньше говорил о том, что команды были настроены на эту игру и естественно несколько захлестывали эмоции. Особенно показательный был момент, когда откровенно грубо Ермоленко сыграл против Степаненко, который безусловно заслужил самое жесткое наказание. Но тем не менее, я бы вернулся плавно к вопросу арбитража. Я лично много лет знаком с Виталием Гадуляном, считая его наиболее высококвалифицированным арбитром, который опытный арбитр, который знает, как себя вести, знает, как руководить игрой. Есть такое выражение в арбитраже, это применять дисциплинарные санкции в духе игры. Допустим, на пятой или седьмой минуте, когда произошел конфликт со Степаненко, если бы был удален за открытый фолл Ермоленко, игра потеряла бы свои краски, безусловно. И можем себе представить, какую реакцию это бы было для 70 тысяч болельщиков, которые находились на стадионе Олимпийский. Поэтому, я думаю, очень квалифицированный арбитраж, толерантный в духе игры, позволил сдержать эмоции очень горячих футболистов, которых я выше назвал. Кстати, все они получили желтые карточки, повторюсь, практически был удален с поля. Следующий момент, который бы я хотел обратить внимание, это, конечно, неиспользование моментов. Мы привыкли ругать арбитров, мы привыкли ругать кого угодно, только не себя. Скажите мне, пожалуйста, как можно так команда готовилась и так, грубо говоря, запороть свои моменты, который запорол эти моменты идея. Футболист, который носит гордо на своей груди значок «Динамо», не имеет права в таких моментах, конечно, не забивать. А там, как игра сложилась бы, никому неизвестно, можем только предполагать. В то же время, хотелось бы отметить и, безусловно, «Шахтер», который имел тоже большое количество моментов. Особенно характерно был, конечно, удар Тайсона в перекладину, который тоже мог изменить ход матча. Таким образом, если подводя коротко такой небольшой экскурс, я бы сказал так. Игра двух лучших команд на сегодняшний день Украины, конечно же, была проведена с знаменитым выражением того, что у кого меньше индивидуальных ошибок, тот и выигрывает. Так получилось и в этой игре. Мне кажется, что уровень мастерства на сегодняшний день, сама организация игры, сыгранность и так далее, и так далее, было больше положительных эмоций у «Шахтера». И он заслуженно победил. Хотя, хочу отметить, что киевская «Динамо» произвела очень сильное впечатление в отношении своей функциональной готовности. И я надеюсь, что все-таки подопечные Олега Блохина будут с каждой игрой прибавлять. Еще моменты. Два претендента на попадание в Лигу чемпионов. Это, конечно же, наш любимый «Металлист» и «Днепропетровский Днепр». Я бы сейчас их объединил, эти две команды, вместе и провел бы такую параллель. К большому сожалению, более раннее форсирование формы для проведения матчей Лиги Европы сказывается. Обмануть природу невозможно. Ребята чуть раньше раскрылись, сейчас они попали в определенную психологическую, физическую яму. И мастерство тренера вывести их отсюда. Как результат этого сегодня нет игры ни у «Металлиста», ни у «Днепра». Пропали командные скорости. Мне кажется, что сегодня еще эти две команды, имеющие в своих составах достаточно хороших игроков, не вышли на высокий уровень функциональной готовности. И как результат, можно, конечно же, констатировать, что «Днепр» безуспешно пытается ворваться на вторую ступеньку. А мы можем аплодировать 30-секундной прекрасной комбинацией «Харьковского металлиста», которая завершилась голом в ворота в «Алэне» и набранные турнирные три очка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова